Я бы сказал так, что первые 20-25 минут Баты нас просто задавил своим авторитетом и не буду скрывать, что мы проиграли чисто психологически в эти 25 минут. Были очень опасные моменты, где наш вратарь выручился стандартов на первых минутах, но случился такой гол, он может случиться с любым вратарем, поэтому претензий к Володе Пятигорцу у меня абсолютно никаких нет. Ну, концовку мы показали, что все-таки мы можем играть. Создали очень хорошие три момента. 100% момент у Мартынова. И в раздевалке я сказал, ну вот сейчас, говорю, давайте уже, давайте будем играть. То, что мы, как говорится, хотели, то, что мы планировали, ну и во втором тайме мы это и воплотили. И я скажу так, что, наверное, говорю про свою команду. По дерзости, по наглости в хорошем понимании слова, по характеру, по самоотдаче мы второй тайм, наверное, сыграли лучше, чем футбольный клуб Баты. Ну, опять же, я говорю, это лично мое мнение. Ну, здесь никакой тайны нету. Саша просто-напросто сегодня на скамейке подстраховал. Почему? Потому что два дня у человека было 38,5. Скажем, температура только сегодня упала. Было принято совместное решение и с ним, и с Володей. У них отличные взаимоотношения, вот, и с тренером по братарям. Поэтому, ну, так получилось. В конце концов, мы Володю приглашали не кукурузу охранять на поле, а именно подставить плечо тогда, когда это надо. И сегодня молодец, он свою работу выполнил. Знаете, молодым свойственна нестабильность, да, значит, на каком-то этапе я видел, что, ну, Кирилл выпадал, хотя и вся команда выглядела не очень. Поэтому надо было искать пути, чтобы именно усилить игру. Также и вот тот же выход и Малашевича, и Забелина. Наконец-то я сказал сейчас Кириллу в раздевалке, что наконец-то я увидел того Забелина, которого я хочу видеть. Может быть, правильно получил, так, утрирую по голове, чтобы дурные мысли оттуда вылетели. И было не как этот самый Страшила, который набит был опилками, а позитивные мысли были. Поэтому все замены только либо кого-то чуть поберечь, либо, конечно, усилить. Не скрою, что я даже планировал и Душевского поменять, дать ему отдохнуть. Ну, после такого не меняю. Ну, сейчас в раздевалке сказал, что, говорю, наконец-то за последние годы. Хорошо, что, во-первых, матч выполнили на мой день рождения, потому что у меня это дома галстуков уже столько висит, что мерить их не хотелось бы. Ну, вот, поэтому, ну, можно сказать, что подарок. Ну, я вам скажу так, что, наверное, у футбольного клуба Батэ и фамилия Яромко будет тоже долго очень ассоциироваться. И по прежним выступлениям, когда мы еще, когда Батэ руководил Витя Гончаренко, мы их обыгрывали и на кубок, и там обыгрывали. Кстати, болельщик Батэ мне сегодня напомнил времена городеи. Ну, это, я говорю, опять же, дружелюбно, в нормальном. Будут вливаться постепенно в коллектив, привыкать к требованиям. Видите, все-таки мы не тот клуб, который может позволить себе взять переводчика. Да, поэтому, конечно, вот эта коммуникация, ну, немножко мешает им быстрее именно, именно в, скажем, требованиях командных в обороне, в атаке. Вот, ну, оба парни молодые, креативные, Саги более адаптированы. В том году играл за дубль, поэтому всему свое время. Я в раздевалке уже, когда шел в перерыв, слышал, что ребята сами говорили, ну, наконец-то вернулись в игру, будет момент, все равно забьем. Вот, и я говорю, что в перерыве я как-то даже сам себя не узнал обычно после таких первых таймов. В городе иногда там было и жестко. Вот здесь спокойно, спокойно, это идет становление коллектива. Поэтому я говорю, что на сегодняшний день я готов воспринять любой результат. Самое главное, чтобы мы не останавливались, а постепенно все-таки шли в этом направлении, которое выбрали. Игроков опорной зоны всегда просим дожимать, если есть возможность, дальними ударами. Потому что ребята владеют хорошим ударом. Ну, сегодня получилось так, что у Даника все легло как положено. Поэтому, наверное, как любят тренеры, говорят, да, мы это на тренировках наигрываем. Подопечные мои, когда я пришел, не знали вообще, сколько я забил. Иногда некоторых приходилось, чтобы шли в Википедию открывали и смотрели. Поэтому, да, это поколение нормальное. Скажем, то, что им надо, не знают. Сейчас спросили у меня, где встречаемся после игры. Я сказал, у меня в кабинете на базе, приходите, вопросов тут. Да что-то комментировать. 2-2 в игре, в которой рассчитывали на то, что добьемся, по крайней мере, большего. А на самом деле получил все по делу. Еще и могли пропустить, наверное, при равном счете. Поэтому ничего хорошего для нас нет. Вот. И посмотрим, что будет дальше. Конкурент он был в начале. Сейчас, судя по тому, как мы теряем очки, то это, на самом деле, уже не конкуренция с нашей стороны. Это раз. А второй, ну, Динамо не надо настраивать, мне кажется. Никому не надо настраивать. Ну, и тем более, тем более и нас. Поэтому здесь... Здесь все в наших руках, условно говоря, да, там, то есть и в руках футболистов. Будем готовиться, будем настраивать планы и пытаться добыть очки. Да я не удовлетворен не только, как реагировал на пропущенное мячение. Я удовлетворен вообще, как мы вышли там в перерыве. Не удовлетворен тем, как мы периодически начинали действовать, когда игра давалась. То есть, вместо того, что когда уже соперник в первом тайме, ну, реально, парням молодым было тяжело, вместо того, чтобы закрывать игру, то есть, помимо там своих моментов и так далее, то есть, мы, по большому счету, просто прозанимались ерундой. В втором тайме пытались перестроиться, но, по большому счету, только пропущенный гол немножко всколохнул команду. То есть, и опять же, при всем уважении, но у Минска молодая, молодая команда, ребята молодцы и стараются, и много хороших парней, у которых хорошее будущее. Но при всем уважении, то есть, если у нас присутствуют игроки национальной сборной, мы играем в 2 в 2 с молодым составом, да, и играем в 2 в 2 по сути по делу, то что тут можно еще говорить? Спасибо. Спасибо. Спасибо.